Валерия Макарова День Победы на улице с портретами своих родственников фронтовиков. Город присоединился к акции «Бессмертный полк». Она прошла в 39 странах мира. Самарская колонна растянулась на несколько километров. «Бессмертный полк» стал финальным аккордом в военном параде на площади Куйбышева. О том, каким был этот день, наш следующий репортаж. Свою парадную форму Федор Андреевич Глухих надевает нечасто. Но сегодня как раз такой случай. Ветеран Великой Отечественной войны собирается на парад Победы. Он прошел всю войну от Москвы до Западной Украины. Особенно старшему полковому фельдшеру армии Рокоссовского запомнился 44-й. За весь этот год он не сделал ни одной перевязки. Солдаты умирали еще во время боя. А ребята, а какие были раны? Какие были раны? Переломы, раны. Я помню одного солдата. Рана до кости разошлась вот так. И там черви, опарыши. Парад для Федора Андреевича начинается от площади славы. На машинах времен Второй мировой ветеранов с почетом проводят по улицам Самары. Федор Андреевич признается, фронтовикам такое отношение, конечно, приятно. Солдат во время Великой Отечественной войны был в очень большом почете, потому что от него в то время зависело очень многое. Ветеранам места на трибунах в первом ряду. С праздником их поздравили первые лица области и города. Водвиг солдат победы будет жить в веках. Наш святой долг – чтить память погибших, заботиться о тех, кому мы обязаны мирным небом над головой и самой жизнью. Военный парад этого года по масштабности не уступает прошлому, хотя тот был юбилейный. По площади Куйбышева прошли больше двух тысяч военнослужащих, а также курсанты, сотрудники МЧС, ВСИН и МВД. И впервые в истории самарских парадов в отдельной колонне шаг чеканили женщины-военнослужащие. Прекрасный пол отлично показал себя и на репетициях, и на параде. После по площади Куйбышева проехала многотонная военная техника, около 70 машин, в том числе танки Т-72 и ракетные комплексы «Искандер-М». В воздушной части праздника участвовали вертолеты Ми-2, Ми-8 и бомбардировщики Су-24М. Трибуны стихли, когда на площадь вышел бессмертный полк. Международную акцию в Самаре поддерживают уже второй год. Спустя 71 год после Великой Поведы площадь Куйбышева приветствует малонну бессмертного полка. Это моя мама. Она была и в Сталинграде, и на Курске освобождала Белоруссию, и блокаду Ленинграда. Мы считаем, что эта память должна жить в поколениях и передаваться. В этом полку все равны. Здесь танкисты, партизаны, медсестры, пилоты и пехота, чьи-то прадеды, бабушки и отцы. А это мой дед, старшина. Закончил войну в Берлине. Ранен был в берлинском метро. Так что бабушка, когда жена была его, смотрела фильм о освобождении Берлина, всегда плакала, когда показывали там плавающие каски, где их утопили всех. Вот он там. В бессмертном полку прошли 30 тысяч человек. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Кто-то к этой акции готовился основательно, а кто-то вышел на улицу вот с такими домашними фотографиями. Наверное, это тот самый случай, когда репортерскую работу можно и нужно совместить с личным. Мой прадед Федор Васильевич Ходневич прошел всю войну. А вернее, не прошел, а проехал. Он был военным шофером. И на своем газике, под обстрелами, под бомбежками доехал до Германии. Он получил медаль за взятие Кёнигсберга, за оборону Москвы, два ордена Красного Знамени. А потом уже дома вспоминать о войне он не любил. Даже после того, как колонна распалась, в городе еще долго можно было увидеть людей с портретами фронтовиков. Валерия Макарова, Григорий Плешаков, Алексей Золотенков. События. День Победы отмечали и на Площади Славы. Там прошел митинг у Вечного Огня, концерт и грандиозное световое шоу. Здание Белого дома превратилось в гигантский экран. Репортаж Алины Чемерес. Он помнит все. Как всем классам прятались от бомбежек, как на его глазах убирали с улиц тела погибших, как мать в голодное время всегда старалась накормить четверых детей. Борис Игнатьевич Чикин в годы войны жил в блокадном Ленинграде. Его вместе с семьей эвакуировали из осажденного города в марте 42-го. Эвакуировались. Мы, конечно, встретили нас у Ладоги. Гоящим щами накормили. Потом, значит, второе дали. И третье что-то или сардель, что-то было. Но мама не дает. Мама говорит, нельзя вам сейчас такие грубые кормы. После торжественного митинга участники праздника возложили цветы к вечному огню. Дань памяти победителям отдали губернатор Николай Меркушкин, глава Самары Олег Фурсов, председатель городской думы Галина Андреянова, генеральный директор Союза российских городов Александра Игнатьева. Торжества на площади славы продолжились и вечером. Песни военных лет, кадры любимых фильмов. Жители города собрались на праздничный концерт. Это то, что не забудется никогда, только что как раз друзья произнесли фразу, а неплохо мы живем. Глядя на это все, понимаешь, что люди отдали свою жизнь, защищая нас, защищая будущее своей страны. И у них это получилось. С праздником Победы жителей Самары поздравил губернатор Николай Меркушкин. Победа в Великой Отечественной войне и сегодня остается для нас главной ценностью. Это источник нашей национальной гордости, духовный стержень нашего народа. Мы собрались сегодня на площади славы, чтобы отдать дань глубокого уважения подвигу солдат-победителей и тружеников тыла. В кульминации праздника стало удивительное световое шоу. Здание областного правительства превратилось в огромный экран. Куйбышев, как запасная столица, здесь показали его историю с первых и до последних дней войны. Завершилось все победным. Ура! Ура, товарищи! Ура! В память о погибших на войне сегодня зажглись сотни таких свечей. Люди несут их к вечному огню, чтобы сказать спасибо тем, кто подарил нам светлый праздник Победы. В годы войны на фронт ушли около полумиллиона куйбышевцев. Каждый второй не вернулся. До четырех утра на площади славы на установленных экранах изданий правительства транслировали имена героев, чтобы каждого из них в Самаре знали поименно. Алина Чемерис, Максим Гусев, События. Ярким завершением праздничного дня стал концерт на площади Куйбышева и салют. Более 50 тысяч самарцев пришли не только послушать песни Победы в исполнении самарских музыкантов, но и оценить масштабный фейерверк. Среди них была и Юлия Черняева. Известные и незаслуженно забытые песни военных лет, а также современные хиты звучали в День Победы на площади Куйбышева. В этом году концерт получился необычным. Организаторы выбрали новый формат мероприятия. Песни Победы исполняли и молодые самарские музыканты, и настоящие рок-легенды. Песня «Туман» сегодня была таким хедлайном в нашем плейлисте. Это песня про воздушных рабочих войны, про наших летчиков, замечательных ребят, которые и на фронте, и в тылу ковали нашу победу великую. Мы сейчас встречаемся, играем, поем песни, радуемся, но надо помнить, какой ценой досталась эта радость. Уж слишком шебутные веселые песни сегодня мы играть не будем, потому что сегодня радость в таком самом светлом понимании, но в то же время и День памяти отчасти. Самарцы подпевали, танцевали и хлопали. Не каждый день можно услышать любимые песни в непривычной рок-обработке, да еще и в сопровождении симфонического оркестра. Праздничное настроение создают любые группы, поэтому это замечательно. Праздник Победы, он во всем, и в искусстве, и на поле боя. Низкий поклон тем, кто выжил, и тем, кто погиб, не зная, каким станет небо с 9 мая. Это строчка из песни группы Иссерьга. Небо Самары 9 мая 2016 года было безоблачным и мирным, ну а праздничный концерт под названием Победы лица молодые завершился грандиозным салютом под музыку военных лет. Юлия Чернеева, Артем Сулайманов, События. День Победы праздновали не только на центральных площадках города. Традицию отмечать праздники всем двором вспомнили в советском районе Самары. Подарок ветеранам подготовили депутаты райсовета. На праздники двора побывала и Лариса Шалафаст. У 9-го дома на улице Свободы собрались жители со всего микрорайона. Николай Иванович Трусов в войну подросткам был в тылу. Как и многие мальчишки, мечтал попасть на фронт, но пойти в армию удалось только в 48-м. Он не подослышке знает, как тяжело приходилось людям и может многое рассказать подрастающему поколению. Хорошо, когда молодежь здесь присутствовала. Они же понятия не имеют, что такое война была, что такое война, как она проходила, сколько людей погибло для того, чтобы завоевать им вот такую жизнь. Большой праздник для жителей организовали депутаты районного совета. Встреча с людьми – хорошая возможность узнать о проблемах конкретного двора из первых уст. Когда это во дворе происходит, это более востребовано. Люди после работы выходят, радуются. Ну и более тесное общение с жителями, выявление каких-то проблем, недочетов в работе. Это более плодотворное для выявления каких-то пробелов в работе. Жители решили не упускать хорошую возможность и попросили привезти землю, чтобы украсить свой двор цветами. Мы сами высаживаем деревья. Сейчас нам чернозем еще привезет администрация тоже. Это по просьбе депутата. После торжественной части в подарок жителям прошел концерт. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. На этой неделе в Самаре установлен еще один памятник воину-освободителю. Трехметровая скульптура навсегда заняла свое постоянное место на территории 92-й школы. Интересная история монумента. Его обнаружили в заброшенном состоянии школьники-волонтеры, которые и выступили с инициативой возродить памятник. О подвиге погибших солдат и живой человеческой истории. Эксклюзивный репортаж Олега Зверева. Изначально памятник воину-освободителю планировали установить здесь к 9 мая. Но из-за предпраздничной суеты задержались всего на два дня. Успели только выложить плиткой площадку у будущего мемориала. Волонтерская группа Самарской школы номер 92 обнаружила скульптуру случайно на территории одной из городских автобаз. Как предполагается, это был памятник водителям автоколонны, которые воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Мы были в гостях у ветерана Великой Отечественной войны, у Трыниной Александры Ивановны. Она нам рассказывала истории разные, истории о войне. И показала нам с ее окна был виден памятник, который был в плохом состоянии, заброшенным мусором. И когда мы пришли в школу, мы рассказали это нашим одноклассникам. И называлась эта стела, как мы узнали потом у архитекторов, она называлась «Они сражались за Родину». Памятник стоял в куче мусора, и действительно был, он медный, и действительно был помятый во многих местах, грязный. Дети настолько переживали, они со слезами, они готовы были идти куда угодно, просить, чтобы им отдали этот памятник. И вот момент, которого школьники и учителя ждали полгода. Столько времени потребовалось на реставрацию. Работать пришлось много, слишком серьезные повреждения и были на теле некогда значимого памятника. Но теперь все исправили, чтобы на 71-м году, со дня победы, у медного солдата началась вторая жизнь. Был побит кувалдой, был отторван автомат. Мы что-то выправляли, что-то заваривали, что-то отчеканяли, новые какие-то детали. Теперь памятник навсегда останется на территории школы, напоминая и взрослым, и детям, и о минувшей войне, и о неравнодушии нынешнего поколения школьников и учителей, которые вовремя сообразили, как помочь медному солдату и возродить в городе еще одну святыню. Нам действительно важно, чтобы этот памятник был на нашей территории, потому что мы уделяем особое внимание патриотическому воспитанию. Официальное открытие мемориала у 92-й Самарской школы еще только предстоит, но уже сегодня прохожие не могли сдержать слез. Видимо, также весной 45-го возвращались домой их отцы и деды. Солдат Красной Армии с победой вернулся домой. На груди Орден Мужества и Медаль за отвагу, а в правой руке Триумфальная Гвоздика. Прежде чем установить памятник, проведены большие реставрационные работы. Кроме того, композицию решено дополнить звездой памяти, на которой будут написаны имена погибших героев. Звезда непростая. Она сделана из металлоэнергетического котла Безымянской ТЭЦ, который отработал свой ресурс, а в годы войны снабжал теплом и электричеством более 30 самарских военных заводов. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. Увековечить память о войне можно в разных формах. 13-летний школьник Георгий Куляба выбрал кинематограф. Юный автор и режиссер снял фильм о войне. На создание картины ушло 8 месяцев. О чем рассказывает анимационный фильм, узнала Лариса Шалафаст. Германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. Из тонких струек песка на столе появляются картины Великой Отечественной войны. Самолеты, танки, пехота. В своем анимационном фильме Георгий Куляба хотел показать все, что пришлось пройти его прадедам в те суровые годы. Они ради нас своей жизнью рисковали. И благодаря им мы сейчас мирно живем. Если бы не они, мы бы сейчас жили не так мирно. Кино в технике «Песочная анимация» Георгий создавал почти год. Чтобы точнее передавать атмосферу происходящего, смотрел исторические фильмы, читал книги. Картины сражений давались нелегко. Некоторые фрагменты приходилось перерисовывать по несколько раз. Но подросток с завидным упорством кропотливо работал над каждой деталью. Преподаватели творческой студии уверены, через художественные средства тоже можно воспитывать чувство патриотизма. Это день победы, пороком права. Это праздник с зеленою на висках. Через художественные средства проще и объяснить, и показать, и рассказать. И ребенок, рисуя, всегда играет. То есть он вовлекается в этот процесс, ему приятнее и понятнее все, что мы делаем. Патриотизм воспитывать можно любыми способами. То есть рисовать и красками, и песком, и делать фильмы, и рассказывать, и показывать. За 13 минут в фильме рассказана история от начала войны в 41-м до наших дней. Вечный огонь, бессмертный полк. Годы идут, но память о подвиге советских солдат жива. Короткометражный фильм «Великая память» покажут в школах и библиотеках города. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. У Самары может появиться новый туристический бренд. Молодые и активные горожане решили, что не время сидеть сложа руки и променяли уютные офисы на волнительные будни бизнесменов. Сейчас они занимаются тем, что создают сувениры с достопримечательностями столицы региона. Так что же такое бренд Самары, расскажет Мариана Мирная. Из поездок в другие города принято привозить в подарок друзьям и близким магнитики с видом той местности, где пришлось побывать. Только вот магнитик не самый практичный сувенир. Повесил на холодильник и забыл. Самарские молодые предприниматели решили исправить несправедливость. Но не просто расширить спектр подарков, а привязать их к родному городу. В Самаре, говорят, множество прекрасных памятников архитектуры и природных красот. И поэтому идея создать новый туристический бренд родилась как-то сама собой. Новый проект требует много времени и сил, поэтому ребята решили оставить скучные офисные будни и с головой окунулись в рискованное предприятие. Нам бы очень хотелось, чтобы наши майки надевали не только на дачу, но в целом мы изучили рынок и спрос. Мы опросили наших друзей, которые живут за пределами Самары. И на самом деле все очень хотят носить майки в Москве, например, чтобы помнить о том и откуда они, и чтобы рассказать, наверное, кому-то. В Москве Кремль, в Лондоне Биг Бен, в Париже Эйфелева башня, в Самаре Теремок, пивзавод, площадь Куйбышева. Логотипы, созданные ребятами, конечно, не официальный бренд города, но до Чемпионата мира по футболу еще есть время. В любом случае, чем больше гостей Самары увезет с собой кусочек нашего города, тем лучше. Мы посмотрели список других субъектов Российской Федерации, которые уже изобрендированы, ну и поняли, что на самом деле какого-то нового современного прочтения образа столицы региона, Самары, на самом деле в данный момент были какие-то попытки. Пока у ребят есть только чехлы для мобильных телефонов, но совсем скоро появятся всевозможные атрибуты, кепки, свитшоты, бокалы, тарелки и многое другое. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Самарцы делятся кровью. Вузы города присоединяются к донорскому движению. Первыми к благородному делу приобщились студенты Самарского национального исследовательского университета имени Академика Королева. Зачем молодежи это нужно, попыталась понять Лариса Шалафаст. Чтобы поделиться своей кровью, студенты выстроились в очередь. Медики еле успевают регистрировать новоиспеченных доноров. Прежде чем приступить к самой процедуре, заполняют анкету, проводят экспресс-обследование организма. Мария Решетова донором стала впервые. Это малое, чем она может помочь людям, признается студентка. Я давно ждала 18 лет, чтобы сдавать всю кровь регулярно. Я считаю, что это здорово. Здорово быть человечным. Всех, кто сдал кровь, угощают сладким чаем и печеньем. Раньше доноров приходилось искать, рассказывают врачи. Теперь они сами узнают, где и когда будет работать передвижная станция. После того, как соберут кровь, ее отправляют на исследование. Ее привезут, сделают все анализы. Там гепатиты, ВИЧ, сифилис, группу крови резус. Потом ее расфракционируют. Плазма идет или в карантин, или на тот корпус. Они тоже карантинизируют на переработку. А красная кровь буквально сегодня мы привезем, завтра сделают анализы. Через два дня она поступит в экспедицию и в лечебную сеть пойдет. Сейчас станция переливания крови обеспечена запасами почти на 100%. Не хватает только четвертой отрицательной группы и второй группы крови. Принять участие в акции смогут все желающие студенты. Выездная бригада станции переливания крови посетит все вузы города до конца мая. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События. Новый спортивный дворец построили в Самаре. На 7 тысячах квадратных метров физкультурой смогут заниматься сотни людей. ФОК, на строительство которого потратили полмиллиарда рублей, откроет свои двери уже 1 сентября. Спортивный комплекс, который в сравнительно короткие сроки появился на пустыре, одной из первых оценила Мариана Мирная. На 7 тысячах квадратных метров расположился универсальный спортивный комплекс. Сейчас полным ходом идут работы по монтажу спортивного оборудования. Уже 1 сентября первые спортсмены смогут прийти на тренировки. В рамках государственного задания мы можем разместить на безвозмездной основе учреждение по двеночному министерству спорта. Это специализированная детская немножко спортивная школа Олимпийского резерва номер один. И сборная региона. Кроме профессиональных спортсменов, ФОК смогут посещать и обычные жители. Пользоваться тренажерными залами, посещать фитнес-аэробику, плавать в бассейне. Одним из самых востребованных станет, конечно, Ледовый дворец. Он соответствует всем современным требованиям и стандартам качества. На льду хватит места всем и хоккеистам, и фигуристам. Главное – это Ледовый дворец. Это самое, наверное, тяжелое, потому что это лед. Не везде, тем более у нас в Самарской области всего по пальцам можно четыре катка. То есть это самое, наверное, было трудное. В спортивном комплексе есть возможность заниматься десятками видов спорта. Это и баскетбол, волейбол, бадминтон, а также мини-футбол, аэробика и многое другое. Аквазона в физкультурно-оздоровительном комплексе очень грамотно разделена на две части. С этой стороны шесть дорожек для взрослых спортсменов, а с этой – маленький бассейн для спортсменов будущих. Вода в бассейне – 26 градусов, а температура воздуха – 29. Спортивный комплекс, в том числе и бассейн, оснащен оборудованием для маломобильных граждан. Подходы, подъезды – все предусмотрено. Тренироваться здесь могут и представители паралимпийской сборной. Но на этом планы Минспорта не прекращаются. Впереди – освоение прилегающей территории. Прилегающая территория большая – 6,5 гектаров. Мы планируем на этой территории после завершения строительства ФОК начать строительство футбольного поля большого. Деньги согласованы губернатором, проектные работы ведутся, будет полноценное поле с беговой дорожкой футбольной. На строительство ФОКа было выделено 523 миллиона рублей. Бюджетный проект позаимствовали у Нижнего Новгорода. Там таких комплексов 8. В Самарской области в скором времени откроются еще два таких же спортивных объекта. А после запуска этого на Нововокзальной в промышленном районе Самары появится своеобразный островок спорта. Через дорогу – Дворец единоборств. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. Хорошие новости приходят от МЧС. Большая вода отступает. В регионе подвели итоги второго этапа паводка. Такого подтопления, уверены спасатели, не было почти 10 лет. Все дело в том, что паводок одновременно прошел на Волге, Каме и Вятке. Хотя обычно этот процесс идет поэтапно. Сегодня уровень воды у Самары достигает отметки 32,4 метра. Еще несколько дней назад он был почти на 30 сантиметров выше. И все же в этом году удалось избежать массового подтопления домов. Хотя некоторые постройки все же оказались в воде. Но это, по словам спасателей, вина самих собственников. Здесь, конечно, мы с каждым случаем будем разбираться. Будут направлены соответствующие обращения прокуратуру. Потому что порядок строительства на территориях, которые затапливаются, могут быть затоплены как в паводок, так и при катастрофическом затоплении. Он очень жестко регламентирован. На затапливаемых территориях возведение жилых объектов нашими нормативными документами, действующими в Российской Федерации, запрещено. Предполагается, что в свое основное русло Волга встанет до 1 июня. Уровень воды составит около 29 метров. Рабочая неделя запомнилась нам именно такой. А я желаю вам хороших выходных, отличного настроения. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok